Разминка перед матчем – хорошая возможность посмотреть на соперника, оценить его сильные и слабые стороны и выбрать стратегию игры. По словам мастера спорта по баскетболу Ирины Алёхиной, которая играет за сборную Карачаева-Черкесии, команда «Чёрное золото» из Волгограда показала себя как сильный противник. Мы с ними играли, мы их выиграли. Девчонки неуступчивые, бегучие, цапучие, любят играть в защиту. Люди достаточно жесткие, ну, хороший соперник, хороший, достойный. Нельзя, значит, выходить. Мы сегодня победим, и выходить ничего не делать. Каждая игра, даже если это слабый соперник, это соперник, и надо выкладываться по полной. С первых же минут под кольцом завязалась напряженная борьба. Наши девчонки на подъеме. Накануне они с разгромным счетом 102-44 обыграли команду Краснодара. К тому же впервые чемпионат проходит в их родной республике. Первый раз в истории Карачао-Черкесии проводятся соревнования между женскими командами. Это первенство Южного федерального округа из КФО. Но такого уровня еще не было у нас, и, соответственно, игровой вид спорта, как баскетбол, первый раз выходит на такой уровень. Первые два периода остались за командой из Волгограда, чей тренер отметил, что проведение подобных чемпионатов повышает интерес к спорту, в чем сейчас особенно нуждается женский баскетбол. Сейчас женский баскетбол на ЮФО и СКФО находится достаточно в печальном состоянии. Я рад тому, что есть организаторы, которые захотели создать вновь эту лигу для того, чтобы люди в регионе, в Северокавказском и Южном, играли в баскетбол. Именно женский баскетбол, который в последнее время утрачивает свою популярность, стало труднее набирать детей в школы. Поэтому мы рады, что есть турнир, есть что показать. Но в третьем периоде наши девочки смогли переломить обстановку на паркете. Команда из Черкеска пошла в активную атаку и выиграла в итоге матч со счетом 73-63. Впереди у сборной Карачаева-Черкесии финальная встреча с командой Краснодара.